Поэтому сначала я хочу сказать несколько благодарственных слов иудаизму. Мне кажется, что есть чему поучиться. Меня восхищает еврейский пульт чтения и образования. Мне кажется, что один день в неделю посвятить размышлениям – это прекрасная идея. В Библии такие книги, как книга «Экклесиаста», «Песнь песен» или книга Иова – великие литературные произведения. Атеисты вовсе не враги религиозным людям. С моей точки зрения, религия – это осознанный выбор взрослого человека. Как-то я спросил у своего религиозного знакомого, скажи мне, а в чем, по-твоему, смысл иудаизма? И он мне ответил, что смысл иудаизма состоит в том, чтобы исправлять несовершенство мира. Мне кажется, это блестящий ответ, и я с удовольствием бы к этому присоединился. Но основная проблема в том, что появились другие средства для исправления мира, гораздо более эффективные, чем религия. Собственно, возникла наука и возникло само понятие гуманизма. Вот некоторые считают, что есть такое понятие «золотой век». «Золотой век» – это что-то, что было когда-то. Собственно, само слово «революция» означает «возврат к прошлому», «революшен», «возврат к золотому веку». Между тем, «золотой век» – это здесь и сейчас. Это вот прямо происходит. Никогда люди не жили так хорошо, никогда между людьми не было таких хороших отношений, как сейчас. Это проявляется на любом из уровней – в отношении к чужим, в отношении к больным, в отношении к животным. И все это произошло с ослаблением института религии во всем мире. Не умаляя никоим образом заслуг религии, хочу привести пример с алхимией. Алхимики сделали множество блестящих открытий. Алхимики открыли азотную, серную, соляную кислоту, открыли фосфор и мышьяк. Но алхимия исчезла не потому, что она не решала какие-то вопросы, а потому, что появились более эффективные средства для познания мира. Появилась химия. Вот с религией то же самое. Сегодня, если человек хочет менять мир, он может заниматься благотворительностью, идти в хоспис, заниматься каким-то социально ответственным бизнесом. Если он хочет познавать мир, человек может заниматься наукой. Она дает гораздо больше правильных и интересных вопросов, чем религия. И, собственно, с моей точки зрения, религия отомрет именно поэтому. Поэтому есть хорошая фраза, что каменный век закончился не потому, что на земле кончились камни. То же самое произойдет и с религией. Я русский атеист. Учился в свое время в Ешиве. Мне это было интересно. У меня был интересен подход. И должен сказать, что по сравнению с советской системой обучения, так называемая прусская система образования, когда все сидят неподвижно, внимают учителя, потом поднимают руку, говорят. И когда результаты определяются по соответствию словам учителя, или по соответствию тексту учебники, в Ешиве все было с точностью наоборот. Все постоянно спорили, сталкивались с разными точками мнения. И, на мой взгляд, это было прекрасно. Потому что человек учился защищать свою точку мнения, нестандартность мышления всячески приветствовалась, и внушалась мысль, что все могут ошибаться, даже мудрецы. Я, например, помню, как в течение двух часов мы обсуждали крохотный эпизод из книги «Бытие». Помните, когда Господь Бог запретил Адаму вкушать древо познания, Адам все-таки нарушил этот запрет. И был вопрос, есть ли Бог всеведущий, всемогущий. Неужели, когда он создавал этот запрет, неужели это не было банальной провокацией? Он ведь знал, что Адам с Евой нарушат этот запрет. И вот этот парадокс решался довольно оригинально, то есть такой максимум, что все предопределено, но есть свобода воли. И там я познакомился с системой, собственно, рядов обороны, выстроенной верующими любви вокруг Библии, в которой огромное количество всяких неточностей и противоречий. Это фортификационное сооружение с минными полями и блиндажами. Есть четыре линии обороны. То есть если на буквальном уровне вы что-то не можете объяснить, вы отступаете к метафорическому уровню, к уровню аллегорий. А в конце есть еще заградотряд тайного смысла Каббалы, доступного исключительно посвященным людям, постичьим три остальных уровня аргументации. Я приведу пару примеров. Мне кажется, что они лучше всяких слов характеризуют религиозную систему мышления. С моей точки зрения, это интеллектуальное мошенничество, это натягивание совы на глобус. Два моих любимых примера, когда говорится, что и создадим человека по образу и подобию нашему, используется множественное число. И казалось бы, множественное число это аллюзия на отход от монотеизма. И в одном из комментариев к Медрашу это обсуждалось так, когда Моисей писал книгу, он спросил, «Боже, зачем ты даешь повод усомниться маловерным?» На что Господь Бог якобы ответил, «Пиши, кто хочет ошибиться, пусть ошибается». Меня всегда потрясало это умение верующих людей сначала говорить о непостижимости и величии божественного замысла, а потом в мельчайших деталях объяснить его полностью. Или второй пример, если я не ошибаюсь, в книге «Малахия» есть пророк Елисей, когда он шел по дороге, и дети смеялись над ними, «Эй, пляшивый, эй, пляшивый!» Пророк взглянул на них, пророк увидел их, и тоже из леса вышло две медведицы, и растерзали 42 ребенка. Причем и лес, и медведицы возникли волшебным образом, и из ниоткуда. И вот этот вот факт, что, ну, казалось бы, не очень хорошо убивать детей, да, только за то, что они сказали глупость, ему тоже находится блестящее опровержение. Оказывается, пророк своим внутренним взором узнал, что это очень нехорошие дети. И когда эти 42 ребенка вырастут, они все будут злодеями, и поэтому убийство этих детей есть благо. Блестящая аргументация, просто замечательная. Мне лично искренне жаль, что пророка такого уровня не нашлось во время Гитлера и Сталина. Как раз двух медведиц, мне кажется, бы хватило. И, казалось бы, да, ну, люди занимаются своим любимым делом, да, то есть они считают, что они познают тайны мира, трактуют Библию. Тебе-то какое дело? И в мире есть огромное количество других бессмысленных занятий, да, филателлие, например, да, или любовь к футболу. Ну, я не знаю, с моей точки зрения, нет ничего глубее, чем смотреть, как 22 человека бедные. История про преступления атеистов. Атеистическое государство – это нонсенс. Такого быть не может. Как не может быть государство, построенного на отрицании фей или Деда Мороза. Максимум, на что способно государство – это быть светским. Разрешать всем абсолютно заниматься своим делом, в том случае, если они не мешают окружающим. Это первое. Советский Союз никогда не был атеистическим государством. Нельзя обвинять вегетарианцев в том, что Гитлер не ел мяса. Они в этом не виноваты. Советский Союз – это классическое религиозное государство по всем параметрам. Сталин хотел построить свой орден меченосцев, и он его построил. Весь культ мощей, неподалеку на Красной площади, вместо праздников религиозных были парады, и так далее, и так далее. Были свои красные углы. Это полностью, это совершенно религиозное, варварское, чудовищное религиозное государство. Это первое. Второй вопрос. По поводу морали. Что якобы без религии мораль невозможна. Это просто полная ерунда. У нас есть данные статистики, журнал Nature, который говорит, что атеистов в тюрьмах США в 10 раз меньше, чем иудеев. При том, что атеистов в Штатах больше, чем иудеев. Атеисты могут быть нравственными без страха наказания или благодарности за праведную жизнь. христиане называют вопросу о смысле жизни. Что якобы... Ну, вот ту же историю с поездом, они о них трактуют так. Якобы наука отвечает на то, как, а религия отвечает на вопрос, зачем. Ерунда полная. Чем вера отличается от религии? Вера – это когда человек думает сам. А религия – это когда за него думают остальные. Так вот, присоединение, поиск смысла жизни в религии – это присоединение к тому решению, которое за тебя приняли когда-то остальные. Атеистический подход к миру говорит абсолютно, что ты можешь найти смысл жизни, в чем ты считаешь нужным. Вот это пустой сосуд, который как ты наполнишь, так и будет. Если ты хочешь, ты можешь в воспитании детей найти смысл. Хочешь в помощи другим, хочешь в познании мира, хочешь в совершении революции. Это твое личное дело. И взрослому человеку не нужен костыль религии для того, чтобы… Мне вообще кажется, что это оскорбительная для человека мысль, что без надсмотрщика, который постоянно все видит и накажет тебя в случае плохого поведения, человек не в состоянии быть нравственным и порядочным. Мне кажется, что это оскорбление человеческого достоинства. Я к Дмитрию вопрос. Скорее такая ремарка, да? То есть вы говорили о том, что атеист может выбрать для себя, о каком ему заботиться, о том, что смысл жизни не тратят. Но ни один из докладчиков не затрагивал тему смерти в широком смысле. Поэтому, мне кажется, атеизм не закрывает этот вопрос. Поэтому… Ну, как не закрывает? Ну, говорит, что умер, там сердце остановилось, техническая остановка. Ну, в общем, измените. Да, так бывает. А мне кажется, потому, скорее всего, россиян, 85% верующих, потому что все боятся того момента, когда жизнь закончится. Вот. Поэтому, мне кажется, вот как вы этот вопрос можете раскрыть? Очень хороший вопрос. Мне кажется, что сознание того, что человек смертен, и что у него не будет ни перерождения, ни загробной жизни, это невероятно повышает смысл и ценность жизни здесь и сейчас. Ничего другого шанса у нас не будет абсолютно. Вот. У нас есть эта жизнь для того, чтобы реализовать себя так, как мы считаем правильным и нужным. И, ну, с моей точки зрения, это прекрасно, да? То есть, никто вам не диктует, никаких догм и так далее. Вы сами можете развиваться в любом направлении. Для меня страха смерти не существует. Мне не было больно миллиарды лет. Когда меня не было. Мне не будет больно, когда я умру. Я не вижу в этом катастрофы. Родственники. Останутся родственники. Нет, которые уходят от нас. Ну, естественно, с точки зрения, я не знаю, христианства, мне кажется, по идее, все должны быть счастливы, когда человек умирает. Я бы из этого устраивал всенародный праздник. Потому что, если этот человек хороший умирает, значит, он будет в раю. Если человек плохой умирает, ну и прекрасно, он нас оставил. Я бы хотел сказать, что религия, это очень важный момент, очень важный. Действительно, есть те религии, которые культивируют смерть. Но иудаизм культивирует жизнь. Поэтому идея, что мы живем здесь и сейчас, и мы должны это полноценно использовать, это абсолютно еврейская, религиозная идея. Атеистическая идея. Вот, 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 да. И это бы прекрасно, я взял из-за иудаизма, построен, и спасибо. Классно, понятно. Что убеждает вас в несуществовании? С моей точки зрения, человек не нуждается в гипотезе Бога. Я никогда не мог понять такой вещи. Но хорошо, допустим, по примерным подсчетам, на каждую песчинку на Земле приходится около 10 тысяч планет. Ну, то есть, я хочу, чтобы хотя бы примерно представили себе объем галактики. А потом попробовали себе представить бы сложность существа, которая все это создала. Она невообразима просто. И все упирается... Су зависит от количества пищи. Сейчас, и все упирается в вопрос, да. А откуда тогда взялся Бог? Да, то есть, и вместо получения ответа на вопрос, вы получаете суррогат ответок, который у вас есть на все случаи жизни. Потому что так сделал Бог. Почему у нас вот такие нравственные, моральные заповеди? Потому что так сделал Бог. И так далее. Понимаете? Это великое упрощение, да. Но для того, чтобы нам понять, да, то есть мы... Ну, мы это громко сказано, да. То есть наука не знают ответов там, что было там до Большого Взрыва, например. Не знают. Но существование Бога не отвечает на этот вопрос, а увеличивает его в миллиарды, миллиарды, миллиарды раз. Да, откуда взялся Бог? И так до бесконечности.